всем привет мои хорошие с вами любовь и мой мирок орхидей многом вы мне задаете последнее время вопросов как поживают все орхидейки которые мы с вами пересаживали не так давно те которые живут у меня дома без подсветки и пересажены они в мой субстрат моя кора мой мох и вот так вот они себя чувствуют в посадке внутри видно что мог начал расти как я вам и говорю всегда но сейчас посадочка вот такая подсушенная виднеется конденсат не очень часто стараюсь ее поливать именно эту орхидейку вот видно корешочки все через этот мох орхидейка пересажена не так давно кстати корой мох можно приобрести у меня у меня шикарный жирный мох из наших лесов также и кора шикарные в ней растут прекрасно корешочки и естественно наши орхидейки приобрести можно в vk или по электронной почте ссылочки все есть в описании под видео напишите и я вам дам всех координаты сколько чего и как стоит и как приобрести мог приобрести можно от 10 литров и отправка только с дек по россии вот такие у нас тут результаты шикарные корешок цветонос с другой стороны проклюнулся вот еще один цветонос уже растет ну и листочки в шикарном шикарном состоянии это орхидейка пересажена месяц назад и в ножке у этой орхидейки вот так сделан мог смотрите как прекрасно он растет и много вы задаете как же я поливаю такие орхидейки девочки все очень просто вот в тот горшочек налита водичка вот так вот сейчас я ее поставлю ножки касаются воды внизу мог который поднимет всю влагу наверх вот такая будет такой будет полив у этой орхидейки все мои орхидейки которые пересаживаются в мой субстрат очень быстро и активно начинают наращивать корневую это орхидейка была у нас а мало омолажена то есть нижняя часть шеи была отрезана и посажена она сюда была с воздушными корешочками которые были вне горшка а те которые были в горшке мы отрезали я часто вам говорю что орхидея которая прожила очень долгое время в той или иной посадке даже в идентичной то есть вот этой да ну например она у вас сидела мох кора и вы ее опять посадите в кору то есть сделайте все то же самое и желательно старые корни удалять если новых корней достаточно то орхидея прекрасно восстановиться и начнет шикарный рост уже с новыми корешками нежелательно помещать в горшок старые корни которые уже очень давно были на вашей орхидейки ну год или два например ой больше двух лет извините потому что те корешочки уже все равно свое отжили и как только они попадают в новый субстрат они начинают портиться и вот чтобы этого не было лучше сразу избежать этой проблемы и посадить орхидейку в новый субстрат омолодив ее например если уже шейка длинная и с новыми корешками первые поливы аккуратные минимальные для того чтобы она адаптировалась все эти видео есть у меня на канале на youtube канале можете посмотреть орхидейка а мало омолаженном поэтому у нее всего три листика и это орхидейка у нас была мамой вынашивала коробочку да если вы не готовы к потере своих орхидей когда вы их опыляете если вы не готовы засеивать эти семена если вы не готовы потом их выращивать потому что в одной даже бутылочки у вас может получиться может получиться очень очень много орхидей маленьких процесс это не быстрый процесс это долгий и после того как вырастут ваши семянки превратятся в маленькие орхидейки их тоже надо будет пересаживать и адаптировать адаптировать орхидейки из бутылочки из фласки очень очень сложно но возможно для тех кто умеет обращаться с маленькими орхидейками но не забывайте что такие орхидейки привыкшие жить в стерильной среде и для них воздух окружающий очень тяжелый и при может произойти большая потеря ваше разочарование и расстройство поэтому если вы к этому не готовы если у вас нету достаточно места чтобы расставить рассадить все эти орхидейки очень много нужно субстрата мха коры правильной воды света влажности отдельные теплички это обязательно надо для таких орхидей то есть с повышенной влажностью нужно помещение если вы к этому не готовы не подвергайте свои орхидеи опасности а какой опасности я сейчас вам покажу этот горшочек был напоенный вчера то есть я вчера подлила водички в самый низ и у меня вот жить уже вот здесь вот образовался вот такой вот растущий мог который пророс вот через нижнее отверстие видите как растет мой мог сюда он был посажен совершенно сухим я вам всегда говорю что мой мог начинает расти в посадке потому что он правильно хранится вот такие у нас тут растущие корнюшки не так их много не буду крутить не очень удобно вот внизу налита водичка и мог сейчас получается служит как фитиль вот так вот ставим обратно и все и оставляем нашу орхидейку она будет сама поднимать влагу ну а теперь смотрим что же произошло с моей орхидейки после вынашивания коробочки да это очень красивая редкая каменная роза вот так вот она себя сейчас ведет у нее страшный отек она тоже была на омоложение потому что другого выхода у меня не было у нее была длинная шея была очень взрослая орхидея очень пышная красивая но вот все что от нее осталось после того как она выносила коробочку до орхидея очень тяжело переносят вынашивание коробочки даже очень взрослые и очень сильные какие-то орхидеи хорошо себя ведут после такой процедуры ну а какие-то орхидеи теряют все свои силы но это также как и женщина отдает всю свою красоту нашим малышам также и в цветочном мире происходит все то же самое поэтому если вы не готовы вот к такой трагедии но я надеюсь на лучшее она сейчас стоит на месте и просто спит получив вот такой отек я ничего с ним не делаю минимальный полив вот подлила ей водички думаю что сегодня я лишнюю воду отсюда уберу потому что она уже увлажнилась и она будет стоять дальше без воды вот такая вот красавица была стала вот такая но не будем о грустном просто хотела вас маленечко предупредить что если вы не готовы в дальнейшем опылить орхидейки может каждый и по получится это у 99 процентов но не забывайте что в дальнейшем вам надо посеять эти семена сварить стерильную среду много-много процедур проделать засеять их в стерильном месте кстати кому интересно у меня уже партия орхидеи растет во фласочках все эти видео я загружаю на бусте потому что такой контент не очень кому интересен а кому интересно переходите в описании под видео все ссылочки есть и также на бусте ссылочка есть и вы сможете посмотреть как я засеиваю орхидейки без ламинара пока ламинар у меня нет то есть стерильного бокса но в дальнейшем я планирую его приобрести потому что ламинар это сердце всей вот этой вот скажем так лаборатории да где происходит засеивание рассаживание и многое многое другое пойдемте покажу как чувствовать себя мои другие орхидейки что у меня цветет в этом горшочке у меня живет лека фанта ой господи девочки легата девочки легата пришлось подглядеть у меня вот здесь вот висит бумажка потому что мы с коробочкой кто на кого здесь сам ли на себя или как вы сможете тоже на бусте все это увидеть это тоже ее цветоносик она уже отцвела потому что я пользовалась ее семенным материалом скажем так и вот она доращивает мне опять еще бутончики также она вот здесь пробудила почечку надеюсь она тоже прорастет ну и будет нас дальше с вами радовать так здесь у нас растет деточка прекрасно на пенечке это деточка у нас вот этой орхидейки хатаюки это верхняя часть растем листик растет корни активно растут но и здесь в посадке против света очень плохо снимать тоже все прекрасно растет и вот такой растущий там мог закрытая система так там сверху у нас вот такая вот красота там у нас растет цветоносик здесь один листик это мамка а вот эта большая это детка которая выпустила кучу-кучу корней и все они бегут наверх в планах было ее пересадить но пока не до нее хорошо растет пусть растет потом разберемся дальше вот это у нас красавица сейчас я ее к вам повернул старые два цветоноса так и не отрезала у нее видите и вот у нас новые так сейчас вот так поставлю наверное не уроню новенькие два цветоноса и вот такая красота у нас тут растет она была мамкой не так давно я у нее срезала коробочку и опылять я ее сейчас ни в коем случае не буду что-то у нас тут так интересно растет для того чтобы орхидейка набралась силы с ней все в порядке после того как она выносила коробочку и для того чтобы вот не нарушать ее жизнь не портить все мы бабочки очень красивые плохо передает камера против света ну я ее уже показывал не так давно и все прекрасно у нас там тоже в посадке сейчас поставлю поставим или обратно так также продолжает цвести вот эта красота очень красивая а это вот шмака девочка она прям ароматная очень вкусно пахнет красотулька эта красота продолжает цвести но опылить вот эту красоту не получится потому что у них убраны видите нету желтеньких внутри как сказать забыла как они называются девочки не будут заморачивать голову ни себе не вам здесь у меня цветет вот эта красота с такими усами видите какая прелесть какой здесь аромат стоит на два цветочка потому что тоже вынашивали коробочку потеряли силы и сейчас живем без субстрата вот в такой посадке сюда подливаю водички два листика у орхидеи осталось орхидеи который вынашивают коробочку практически все вот так вот портятся здесь у нас уже от шейки видно новый корешок видите сейчас погодите вот он проклюнулся и начал расти и в центре вам еще не видно мне уже видно растет новый листочек вот так вот я восстанавливаю свои орхидеи которым очень очень сложно кто-то во мхе в коре а кто-то совсем без субстрата ну я уже научилась их понимать поэтому знаю что и как с ними делать если будете смотреть все мои видео и вы также научитесь но здесь у нас тот самый нет не реанимационные а как сказать там бокс для вынашивания скажем так здесь очень много у нас баночек колбочек бутылочек с питательной средой и уже есть результаты опять же напоминаю об результатах о посеве а стерилизации среды обо всем об этом можно посмотреть на бусте подписывайтесь кому интересно и изучайте повторяйте пробуйте делайте все подробные видео будут выходить только на бусте здесь у нас вынашивает коробочку одну коробочку мы уже кстати засеяли это огромный белый беглиб мама и папа моя красивая каменная роза очень надеюсь что все получится и все будет замечательно здесь продолжает цвести беглиб панда азиатская девочки она цветет у меня уже третий год два года мы отцвели пошел третий год я вам уже говорила что мне кажется что она их за бальзамировала эти цветы и они стоят в таком положении я просто в шоке на эту орхидею причем она продолжает наращивать и листовую массу ничем не меньше предыдущей и корневую массу все у нее хорошо куст у нее большой листья у нее узкие длинные и тоже такие большие мне пришлось ее даже привязать к стойке но вот эта красавица цветет кстати она тоже вынашивала коробочку но семена были стерильны то есть коробочка была пустая без семян вот такие у нас тут даже усики есть видите красоту ли ее опылять я не стала пускай цветет может еще пару лет меня порадует своим цветением ну конечно уже хочу чтобы она отдохнула потому что мне ее хотелось бы пересадить ну она этого пока не хочет здесь на самом верху у меня леодора вот с такими свисающими листьями там у нас растет новый листочек целая куча корней которые уже воздушные сидит она четыре года у меня вам хим в одном хим корней там очень много доставать ее девчат не буду ей очень нравится многие орхидеи у меня посажена в один мог сейчас я вам покажу посадки которые мне больше всего понравились здесь продолжает свести моя фата маргона по-моему так ее называют девочки какие названия не называю значит я просто не знаю их название либо не запоминаю вот такая вот красотулька на 4 цветочка и там она собирается доращивать она так делает всегда живет она у меня тоже в бутылочке без субстрата все ее устраивает соседняя орхидейка тоже живет в бутылку в баночке без субстрата тоже ее все устраивает и она постоянно цветет у меня на два цветоноса один цветонос вот только отрезала у нее она цвела и она дорастила мне на втором цветоносе еще два цветочка и опять цветет дикий кот дикий кот красавчик доращивает бутончик и вынашивает семенную коробочку надеюсь все получится кстати опылила его самого на себя и коробочка получилось ну что будет дальше с ней время покажет это тоже взрослый кот у меня по листовой массе он не богато всегда выпускает ну кот очень взрослый корней у нас тут посмотрите сколько куча куча кстати ворха квартире у меня тоже дикий кот но голландский это азиатский ворха квартире голландский опять выпустил цветонос я вам не так давно показывала так здесь у нас вот такой вот гонит цветоносик бутончики уже скоро откроются куча корней девчат не помню льюис бери по моему названием ну откроется увидим кустик небольшой компактный мне очень нравится эта орхидейка но опылить ее не получилось точнее получилось но коробочка была стерильная в этот раз не буду ее опылять пускай набирается сил дальше у нас анаконда вот такая огромная выращенная с размера с влас очного размера выращенная в моих условиях он туда побежали корни сюда побежали корни ну и она растет вот так вот в одну сторону лист огромный у нее вот с мою руку вот такая вот красота дальше там у нас с вами тоже практически без субстрата мы с вами не так давно подбавили чуть-чуть мха чуть-чуть коры просто туда накидали сверху это моя белая орхидея которая болела самая первая самая моя дорогая моему сердцу рядышком вот такая салатовая красавица тоже сейчас растет без субстрата она не становится бледная она чем больше цветет тем больше салатовая окна грязные с той стороны прошу прощения с уличной и она растет сейчас без субстрата потому что были замечены у нее много много грибов чувствует она себя неплохо если вы помните мы ее сюда с вами сажали еще на бутонах и она их дорастила открыла и продолжает цвести дальше дома у меня цветов уже осталось не так много все перед перенесены летом в арха квартиру и распустился у меня вот такой красоту на 4 цветочка вчера попробовала опылить его сам на себя куст уже взрослый несмотря на то что четыре листика сейчас но куст взрослый в моих условиях уже третий год тоже растет во мхе очень нравится ему дальше здесь у нас с вами сезам мы пересаживали хорошо себя чувствует его мы посадили в смешанный субстрат кора мох доставать не буду хорошо себя чувствует все прекрасно здесь тоже растет без субстрата орхидейка и опять гонит цветонос вот эту орхидейку я хотела вам показать который мне посадка последнее время так что ли очень нравится посмотрите мог стал расти виднеются корешочки это у нас с вами пульчерима 4 н и посадка у нас вот такая внизу кора в середине мог сверху опять кора сейчас девочки переверну и покажу но вот такая красота уже здесь в горшочке растущие корни очень нравится орхидеям именно вот такая посадка как только в посадке начинает расти мох и сразу активируются все корни начинают прекрасно расти поэтому кто не знает где приобрести шикарный мог который действительно работает шикарную кору сосновую вот такую это я режу ее так мелко уже для своих посадок а так она у меня смешанной фракции продается то есть три фракции в одном для малышей совсем до крупненьких орхидей для очень крупных но она режется очень хорошо орхидейными ножничками вот такую посадочку мы с вами делали тоже не так давно коры оказалось у меня дома мало вся кора у меня в орхо квартире вниз мы положили с вами пенопласт в середину кору и сверху ой в середину мох и сверху кора и камушки немножко у нее был малюсенький цветоносик во время пересадки цветонос продолжил расти потихонечку растет орхидейка чувствует себя хорошо сейчас уже хочет пить мог тоже как вы видите зазеленел и начинает расти корешочки хорошо тоже себя чувствует все прекрасно надо отрезать отсушенный цветоносик вот эту красавицу мы тоже с вами вместе с этой же пересаживали тургор у обеих просто замечательный сейчас рассмотрим что у нас тут пить хочет кстати после по пересадки я еще их не поила сажали в мокрый мох поэтому водопоя еще не было хотя прошло уже больше месяца такая же посадка корни вон сухие корни здесь мы воздушные помещали неудобно крутить за счет камней тяжелый горшочек так здесь продолжает свести губка боб у меня здесь сумасшедшими корнями вот такими длиннючими свисающими к батарее ну батарея у меня вот как вы видите прикрыта и все замечательно это у нас пират пикоти мама и папа каменная роза жду со дня на день коробочка должна созреть также вреден к вреден к вот это девочки забыла представляете как стыдно гиганты я гиганты я действительно вреден к сейчас подождите вот он на бумажке кстати лежит ее цветонос сюда сейчас поставлю он остановился в развитии как только я не дала ему уходить субстрат вот таким образом потому что он стремительно шел в субстрат это не корень этот цветонос но пока стоит вот тоже хотят пить надо напоить не так давно кто смотрит меня на ю тубе а по я хотела отрезать у него а он его пробудил помните сога реликс мы с вами реанимировали я вам старое видео на ю тубе вот оно вышло недавно я вам его показывала как он дождался реанимации спустя того времени прошло если я не ошибаюсь два года это орхидея после реанимации буквально через полгода выдала цветоносно растила корни и прекрасно прекрасно цветет три цветочка есть у этой орхидей кида ращивает бутончики еще прекрасная корневая масса как вы помните растет она вам хим а сверху чуть-чуть коры так здесь чей-то цветочек упал так надо мне их как-то вот так совместить вместе чтобы не сломались сделаем вот видите что творит мой мох совершенно без корней сажали орхидей ку сюда и вот так вот она сейчас выглядит вот такая вот красавица кстати сога реликс ароматный надо ее теперь поставить как-то так чтобы она могла доращивать свои бутоны и радовать меня своими цветами вот так будет очень хорошо так подождите вот забрала у соседней орхидей ки вот такой вот переходник жалко что их сейчас не продают вот эти штучки очень удобно вот так вот совмещать цветоносы но их сейчас продажи я нигде не вижу все теперь они вместе прекрасно цветут дальше так вот эта красавица обильно цветущая цветет постоянно если честно даже не замечаю что она отсутствует какие-то цветочки уже которая цвели да потому что другие она быстро быстро выпускает и опять цветет вот столько у нас тут цветоносов целая куча уже переплелась и она их не сбрасывает каждую почечку пробуждает и цветет опять она выносила коробочку очень сильные орхидеи очень сильные семена они прекрасны показывают результаты вот такая красотка неописуемая очень она мне нравится эта девочка когда-то тоже была реанимашка но все возможно если захотеть и посадить в правильную кору и в правильный мох все мои хорошие вот это я вам хотела сегодня показать рассказать похвалиться предупредить по поводу кто пытается опылять свои орхидейки знайте что после вынашивания коробочки вы можете просто не справиться с восстановлением своей красотки так что десять раз подумайте прежде чем это сделать всем пока пока и до новых встреч переходите в описании под видео там есть все ссылочки где приобрести мох у меня где кору где меня еще посмотреть можно и где все видео про засеивание семян варки среды стерилизации и все такое прочее жду вас на всех своих платформах всем пока пока